здравствуйте мои дорогие подписчики и гости моего канала сегодня у меня будет продолжение про мою не знаю даже как ее теперь назвать наверное уже реанимашку golden beauty я не знаю что с ней происходит потому что продолжается да она продолжает какое-то самоуничтожение занимается самоуничтожением продолжение так сказать вот она у меня отсушивает уже второй лист он не самый нижний самый нижний вот этот он в принципе пока еще держится молодцом но вот этот как бы листик она уже видите полностью зажелтила причем когда орхидейка питается листиком и она его отсушивает он начинает отсыхать с кончика и постепенно-постепенно желтеть и он знаете становится такой как-будто вот из него всю влагу высосали он становится тоненький этот же лист он плотный он пожелтел сразу не от кончика а сразу по желтел и просто он сначала был просто бордовый примерно как вот этот потом он стал почти красный а потом этот карман был вот такого цвета а потом красный перешел весь в желтый пигмент Я не знаю, чего, конечно, добивается эта моя орхидейка, но сегодня я буду её пересаживать. Кому интересно вообще, да, с чего это всё началось, смотрите первую часть, первое моё видео про орхидейку Golden Beauty. Про такую неблагодарную орхидейку, которую я уже несколько лет пытаюсь привести в божеский вид, но она не хочет. Значит, как только я её приобрела, она была посажена в закрытую систему, она себя хорошо чувствовала, в принципе. Она растила листики, корни, но она никогда пышно не цвела. Вот, сейчас я хочу посмотреть, что у неё в горшочке, причём она посажена в закрытую систему, но у нас в горшочке там есть дырочки, да, это не такая полузакрытая система. Вот, я про это рассказывала в первом видео, о том, что у меня такая полузакрытая. Кстати, это единственная орхидейка, которая растёт в полузакрытой системе, и причём для тех, кто будет, например, писать, что ей не нравится закрытая система, как раз-таки в закрытой системе она себя чувствовала отлично. У неё был немножечко другой горшочек, стеклянный, кстати, был, и она себя отлично там чувствовала. Она нарастила полный горшок корней, вот, но горшочек был меньше, и я её решила пересадить вот в этот пластмассовый горшочек, вот такой, смотрите, он большой достаточно горшок. И я её решила пересадить, чтобы она себя лучше чувствовала, да, побольше объём был у неё. И получается, что ей как-то, может быть, не понравился даже этот горшок, может, как-то не так влага распределялась, я не знаю, вот. Но она корни растила, листики растила, вот, но цвела она также в 2-3 цветочка, вот. Думаю, может быть, конечно, то, что она сейчас занимается каким-то самоуничтожением, может быть, это и от горшочка. Какое я приняла решение? Я буду сажать её на фитильный полив. Возьму, сейчас посмотрю, конечно, какая у неё там корневая, но я думаю, что я возьму горшочек меньше диаметра на фитиль, и в этот же просто горшок я её поставлю, да, на фитильном поливе. Вот, сейчас я всё приготовлю и будем её доставать. Так, сейчас я постараюсь её аккуратненько вытащить. Тут хорошие большие кусочки коры. Было всё сделано для её комфорта. Комфорта тут немножечко у нас керамзита, мох. В принципе, посадка должна была быть успешной, но что-то у нас не срослось. И непонятно даже, с чем у нас не срослось, с горшочком, с посадкой. Вот, ну. Так, я уже вижу, что корни у нас не айс. Смотрите, корешки не растут. Очень много гнилых корней. Что-то всё-таки ей не нравится. Сейчас я буду это всё удалять. Всё гнилое. Возьму маленький горшочек, посажу её на фитильный полив. Вот, что-то ей не понравилось. Может быть, не понравилась полузакрытая система. Но в закрытую сажать не буду. Посмотрим, все хвалят фитильный полив. И я посажу её на фитильный полив. Вот, корни у неё были замечательные. Когда я её сажала в этот горшочек, после закрытой системы. Кстати, после закрытой системы, в стекле, она росла у меня. Всё с ней было хорошо. Шикарные были корни. Ну, вот, что стало в этом горшочке. Не знаю даже, почему. Хотя здесь, я же говорю, очень хорошие кусочки коры. Что она решила с собой сделать, непонятно. Ладно, будем пытаться спасти орхидейку. Сейчас будем всё зачищать, убирать мёртвые корешки. Максимально оставлять здоровые корни. И самое интересное, что она всё-таки распустила свой цветочек. Она продолжает наливать бетоны. Что, конечно, очень-очень странно. Попка у неё, вот шейка, да. Здесь чёрная, мёртвая. Надо её обрезать. Она нам здесь не нужна. Здесь вот всё мёртвые корешки. Обрезать надо у живого, потому что нам мёртвые ткани не нужны. Конечно, я очень расстроена, что здесь всё так печально. Я думала, будет получше. Я же говорю, причём я даже не знаю. Она в закрытой системе. Я же говорю, в стекле. Хотя все говорят, стекло холоднее. Что лучше сажать её в пластиковые горшочки. Что они не так сильно охлаждаются. Но она в стекле и в закрытой системе чувствовала себя прекрасно. Да, она никогда пышно не цвела. Но у неё были отличные корни всегда. Листики у неё. Даже у меня есть первые обзоры, да, где она... Не помню, конечно, она уже была в этом горшочке посажена или в своём старом. Но у неё отличная была корневая. Листовая масса всегда была у неё отличная. Что произошло, конечно, я не понимаю. Она отсушивает листья, корни. Она не хочет расти. Ну, попробуем. Убрались и так. В принципе, шейка вся достаточно чистая. Тут нет никакой гнили. Больше, наверное, сухость. Хотя странно, на дне есть водичка. И, по идее, она должна была своими корешками поднимать воду вверх. Но что-то не срослось. Может, зря я сделала отверстие. Может, слишком было, да, как-то проветривалось. Я уже говорила о том, что в моих условиях орхидейка не очень хорошо в открытых, да, вот в классических стаканчиках. Ну, не знаю, мои орхидейки, ну, не любят они. Они погибают в обычных стаканчиках. Тем более, да, в магазинных я сразу же свои орхидейки все пересаживаю. Здесь вот от старых цветоносов подставались. Все-все-все лишнее нужно убрать, чтобы не провоцировать загнивание. Может, даже вот какие-то там старые цветоносики и пробудили. Где-то попала влага в свое время. Оно, может, там долго как-то закисало. Где-то листик, чешуйка осталась. И оно из-за этого, может, все и пошло. Может, еще, конечно, не понравился ей новый горшочек. Так, видно, я надеюсь, все. Мне очень удобно это делать на камеру. Здесь вот корешок прорвал листик. И не стал расти, испортился. Но там как бы ничего такого катастрофического у нас нету. Смотрите. В принципе, тут все. Чешуйки. Сейчас все чешуйки. Сейчас я все поубираю. От старых листиков. Никакой мокрой гнили. Тут чего-то такого прям опасного я не вижу. Вокруг, где корешки росли, немножечко черное. Но это не катастрофично. Это как бы бывает. Немножко как края поподсыхали. Вот это, конечно, место меня пугает. Но после нашей обработки на прошлом видео, пятнышко вроде как бы не растет. Просто я боюсь, что это вообще системное какое-то пошло поражение. Что она уже вся, как бы весь стволик у нее погибает. Какое-то идет нарушение. И даже, может быть, не будет смысла, что я сейчас ее пересаживаю. Но попробовать стоит. Видите, оно почему-то везде. Даже корешки, которые хотели пробиться, они прям позасыхали, что вот сейчас сфокусируются, что с этой как бы стороны, что с той. Особой гнили-то нету. Но и каких-то ничего хорошего я тоже не вижу. Я же говорю, у меня такая орхидейка, правда, первая. Потому что у меня очень много... Я вообще люблю покупать реанимашки. И у меня много таких вот даже прям плачевных случаев, в которых орхидейки очень хорошо выживали и росли. А тут получается, наоборот, здоровая орхидейка, которая не хочет почему-то расти. Не знаю. Будем пробовать ее сейчас реанимировать. Получится, если получится. Нет, значит, нет. Что поделать? Это всего лишь все равно растение. Как бы мы не любили, как бы мы не говорили они хорошо, не разговаривали с ними. Но это все равно всего лишь растение. Итак, я уже вымочила нашу орхидейку. Вот в фитоспорине она у меня лежит. Приготовила кору. Приготовила вот такой вот маленький стаканчик. Хотя я не знаю, как я буду ее корешки туда укладывать, потому что их мало, но они достаточно такие раскидистые. Они вообще, получается, росли вне горшка. И росли в разные стороны. И помыла ее, как бы, горшочек, в котором она была. Туда мы ее будем ставить на фитильный полив. Я просуну шнурочек. Это обычно у меня шнурок. Не знаю даже, откуда он у меня. Я до серединки вот так вот его оставлю где-то примерно. Так буду придерживать пальчиком. На дно я положу немножечко керамзита. Вот так, совсем немножко. И сразу немножечко положу коры. Вот так. И буду пытаться орхидейку как-то туда... Не знаю даже, каким образом я буду это делать. Потому что мне нужно максимально сохранить корешки. Тут еще вот она прям вросла в такой вот кусочек. Оп! То, что нужно. Я просто замочила фитоспорение. Корешки, наверное, немножко размокли. И вот эти кусочки коры, которые я не могла снять, когда корни были сухие, сейчас они снимаются. Не боюсь я все-таки сломать. Я попытаюсь как-то аккуратненько это все туда утрамбовать. Не знаю, конечно, каким образом я буду это делать. Потихоньку, потихоньку, как-то, наверное, по кругу я буду проворачивать. Потому что корней реально немного. И лучше, если они все будут у нас в горшочке. Потихоньку я буду проворачивать. И утрамбовывать их в горшочек. Вот почти, почти, почти у нас и все. Если она у нас немножко криво встанет, ничего страшного. Нам главное, в принципе, ее реанимировать. А не то, что там думать, криво она у нас или нет. Потом мы все равно ее в будущем посадим в более крупный горшочек. Тем более, если ей понравится фитильный полив, будет очень даже замечательно. Так, что у нас там? Все, потихоньку будем просыпать ее корой. В принципе, достаточно просто все. Потому что кора у нас мелкая. Я нарезала ее сама. Это сосновая кора. Я ее сама собирала. Но с мужем мы ее собирали. С мертвых деревьев обязательно мы это делали. Уже мертвое дерево, которое упало, мы с него обдирали. Она достаточно легко снимается, эта кора. Вот. И мы с ним собирали. Она при нескольких поливах, да, тем более на фитиле, она станет влагоемкой. Сейчас она недостаточно влагоемкая, но позже она будет очень хорошо набирать в себя влагу. Как-нибудь бы этот корешок всунуть в горшочек, надо бы все сломать. Как-нибудь хотя бы вот так, чтобы он там стоял. Сейчас так я попробую его придавить, чтобы он с другой стороны там у нас не вылазил с горшочка. Немножко простукиваем, чтобы кора наша упала. Она достаточно легко будет в дырочке все заполнять, потому что она у нас мелко нарезанная. Я надеюсь, что такая посадка орхидейке понравится. Честно, я на нее, конечно, обижена. Я не знаю, зачем она занимается самоуничтожением. Я же говорю, причем она... Закрытая система тут абсолютно ни при чем, потому что она росла у меня в закрытой системе. И все ей нравилось, пока я не пересадила ее в пластмассовый горшочек и не наделала в горшочке дырочек. С тех пор она начала как-то себя плохо чувствовать. Она начала после того, как я проделала дырочки, растить корни вверх. Еще, наверное, тогда нужно было, наверное, поднять тревогу, когда она начала корни вверх расти. Тогда, наверное, у нее уже начали пропадать внутри горшочка корешки. Вот. Тогда еще нужно было, наверное, ее пересадить просто обратно в закрытую систему, в стекло. Ну, кто же знал? И сейчас непонятно, зачем она это все делает. Взяла совершенно два здоровые листа, просто отсушила. Не знаю, сейчас будем смотреть, наблюдать. Я же еще раз повторюсь, что даже если она погибнет, ну что ж поделать, да, это не ребенок, чтобы там как-то горевать, после смерти оплакивать и поминать. Это всего лишь растение. Я думаю, что сейчас, если мне в комментариях кто-то напишет, что я там такая, не знаю, злая, у всех орхоманов гибнут орхидеи. Поэтому не нужно сейчас закидывать меня камнями и говорить, что какой-то я сделала плохой уход и вообще я какая-то такая ужасная. Не нужно. Я знаю же за собой, да, как я за ней следила и что, как она у меня росла. И много я реанимировала орхидеек и своих, и не только своих. Поэтому я знаю сейчас, о чем говорю. Поэтому не нужно мне писать всякие гадости в комментариях. Я сама все понимаю, все знаю. Может быть, немножечко упустила момент. Хотя, как только она начала, у нее начал портиться листик, я сразу обратила внимание. И, кстати, показала это сразу вам. Так что за своими орхидеями я очень хорошо слежу. И какие-то изменения сразу же замечаю. Единственное, что, может быть, нужно было обратить внимание на верх растущие корешки, да, вовремя. Ну, я видела, что у нее в горшочке, кстати, были тоже хорошие корешки. Если бы я видела, что у нее в горшке корни пропадают, а еще остальные, да, здоровые, только вверху, конечно, я бы ее сразу пересадила. Но в горшочке были тоже достаточно хорошие корни. Поэтому я думаю, что это не моя вина. Так. Я думаю, что стоит еще немножечко обложить ее мхом. Немножко еще ее потрушу. Еще раз повторюсь, она мокрая из-за того, что я ее замачивала в фитоспорине. Вот. Я поставлю ее сейчас в теплое место. И она хорошенечко просохнет от фитоспорина. Обмывать я фитоспорин не буду ни в коем случае. Поэтому пусть она так теперь и высохнет. Вот. Еще немножко обложим мхом. Мох у меня вот такой вот. Леруа Мерлен покупала. Это с фагном. Я даже сейчас уберу у нее лесной мох. У нее лежал лесной. Сейчас я положу ей ну, обычный сфарин. Посмотрим, как она на эту посадку сейчас отреагирует. Мне очень интересно. И, конечно, я бы хотела ее спасти. Я совру, что я не расстроюсь, если она умрет. Но не нужно из этого делать какую-то трагедию и говорить мне о том, что я такая бессовестная, что загубила орхидею. Я знаю, что делаю. И не делаю это ни первый год, ни с первой орхидеей. Вот. Ну, посадка наша закончена. Орхидейка у нас вот теперь на фитильном поливе. Вот в этот горшочек я сейчас налью водички и поставлю ее вот так вот. Она, в принципе, и будет, да, теперь в своем же горшочке, но на фитильном поливе. Водичку я, наверное, надью завтра, чтобы просохли корешки после фитоспорина. Я просто ее сейчас вот так поставлю, и она будет до завтра просыхать. Хорошо, что на этом горшочке есть возвышение, и она у нас теперь будет как бы на возвышении стоять. Я надеюсь, видно, да? Вот он, фитиль, она на возвышении. Водичку я до уровня горшочка одолевать не буду, только чтобы фитиль намакал. Ну, вот и все. Наша посадка закончена. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока, до новых встреч!